27 сентября во всем мире празднуется День туризма. Международный или внутренний, организованный или самостоятельный туризм требует отдельного внимания, потому что это тот вид отдыха, который дает нам новые, ни с чем не сравнимые впечатления. Туристической теме в Ненецком округе была посвящена вся минувшая неделя, в рамках которой прошли различные мероприятия и акции для жителей нашего региона. В последнее время стал активно развиваться внутренний туризм Ненецкого округа. И действительно, у нас есть большое количество мест, которые можно посетить, погрузиться в особенную атмосферу самобытности региона, попробовать новую для себя кухню. Но даже местные жители не всегда знают о тех возможностях, которые у них есть. Центр развития бизнеса совместно с Центром арктического туризма нашли решение этой проблемы. На прошлой неделе у нас прошло несколько прямых эфиров с нашими представителями туристической отрасли, которые занимаются реализацией маршрутов и продуктов в нашем регионе. Я уверен, что многим жителям это было очень полезно, многие, потому что не знают, где и чем у нас, собственно, можно заняться. Также мы поделились с тем, чем занимается наш Центр арктического туризма, какие у нас планы по развитию, что было и что будет. Презентации региональных туроператоров проходили в онлайн-режиме. В таком же формате пришлось проводить и гастрофестиваль, так понравившийся в 2019 году его участникам. Тогда в Нарьинмаре была организована отдельная площадка в рамках празднования юбилея округа. Нельзя не отметить количество гостей ресторанов из других регионов, разнообразие блюд и мастер-классов, которые были доступны жителям и гостям города. В прошлом году мы провели оффлайн гастрофестиваль. Нам очень понравилось и обратную связь получили мы от жителей, от гостей нашего региона. Очень много хороших впечатлений. К сожалению, в этом году свои коррективы внесены, но мы проводим гастрофестиваль в онлайн-режиме. Рестораны Нарьинмара в прямом эфире провели кулинарные мастер-классы. Набор продуктов можно было заказать предварительно. Но все же это сложно сравнить с тем уровнем, который был задан на первом фестивале «Тундра». Организаторы надеются, что уже традиционный праздник еды удастся возобновить в режиме реального времени через год, повторив тем самым успех первого гастрономического фестиваля. Туденькие такие вот, как колбаску лежит, в данном директоре. Такие резать ни в коем случае нельзя. Стей – это хороший, здоровый кусочек мяса. В рамках празднования Международного дня туризма два представителя Нининского округа отправятся в Салихард на полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства», где представят два проекта по развитию регионального туризма. Один из них – «Полярная мозаика», направленный на продвижение поселений Нининского округа. Мы планируем, что на базе Центра арктического туризма в следующем году мы создадим новое такое событийное мероприятие, которое будет направлено на продвижение и представление наших сельских населенных пунктов, на территории которых как раз и находятся все наши основные достопримечательности и самые уникальные природные объекты. Это Каменный город, Памбашор, село Коткино с их водопадами. Я думаю, что есть о чем рассказать, есть о чем поделиться с жителями и с гостями города. Надеемся, что все будет хорошо и мы пойдем дальше.